Вот уже более двух лет я пишу статьи, записываю обзоры на различные способы заработка, выявляю мошеннические проекты, лохотроны и пирамиды. Приветствую всех своих подписчиков и тех, кто впервые наткнулся на мои видео. Меня зовут Олег Селиванов, и уже более двух лет я занимаюсь разборами способов онлайн-заработка и выводом на чистую воду мошеннических схем. Только за этот год я опубликовал более ста статей и несколько десятков видео на своем блоге. Я получаю десятки и сотни обращений не только со словами благодарности, но и с просьбами находить и выдавать больше рабочих схем заработка. Но действительно годных тем очень и очень мало. В одном закрытом приватном чате бурно обсуждали проект Digital Market. Тема мне показалась интересной и перспективной, поэтому я решил ее протестировать, и вот что из этого получилось. Digital Market – сервис, позволяющий покупать и продавать цифровые активы различных компаний в автоматическом режиме и на максимально выгодных условиях. Звучит интересно. И тут хочу сказать сразу, что проект я протестировал и заработал за первые пять дней почти 52 тысячи рублей, и это при том, что в день это занимает не более получаса. Кстати, именно за этот проект проголосовало подавляющее большинство участников моей закрытой группы, где я провел голосование, на какой проект сделать обзор. В общем, сейчас подробно все покажу и расскажу. Поехали. Чтобы все было наглядно, буду показывать все действия на новом аккаунте. С нуля, так сказать. Под видео я разместил ссылку. Кликаем по ней и попадаем на страницу регистрации. Регистрация простая. Придумываем логин. Как вариант можно использовать электронную почту. Я так и поступлю. Придумываем пароль. Повторяем пароль и жмем на кнопку регистрации. Так, идет процесс создания личного кабинета. Он достаточно быстрый. После регистрации у вас есть возможность получить бонус нового участника. Тут поясню, те, кто зарабатывали в проекте более 50 тысяч рублей, имеют возможность выдавать пригласительные ссылки с приветственными бонусами. Раз у меня есть такая возможность, то я решил с вами поделиться. Жмем «Использовать бонус». Рекомендую не закрывать эту страницу. В противном случае вы рискуете не получить приветственные активы. При первой регистрации мне капнуло почти 1000 рублей приветственных. Посмотрим, сколько сейчас будет. Ага, процесс пошел. Некоторым моим знакомым при первой регистрации капнуло более 2000. А в чате этого сервиса некоторые счастливчики писали, что получили 4-5 тысяч. Но это редкость, конечно. Активы проданы, и мы получили 386 рублей. Да, не густо. Но в любом случае, пробуйте, возможно, вам повезет больше, чем мне сейчас. И да, пишите в комментариях на блоге, сколько вам выпало с приветственного бонуса. Давайте сделаю быстрый обзор личного кабинета. В верхней части видим наш логин. Раздел настроек. В нем информация о регистрации и тому подобное. Видим баланс. На счету 386 рублей, которые можно будет вывести. Как я и говорил ранее, Digital Market – это сервис, позволяющий покупать и продавать цифровые активы различных компаний в складчину. За счет объема получаются большие дисконты. Сейчас мы находимся на странице покупки самих активов. К ним мы вернемся буквально через пару минут, а сейчас рассмотрим другие разделы проекта. Заглянем в раздел выплаты. Видим, что доступно для вывода 386 рублей. Но есть минимальная сумма для выплат – это 5000 рублей. Но это вообще не проблема, и сейчас покажу, как это решается в несколько кликов. Кстати, выводить можно как на карты, так и на электронные кошельки – WebMoney, Яндекс, Киви и так далее. Но я покажу, как это работает чуть позже. Сейчас посмотрим раздел «Статистика», и тут я хочу рассказать вам один лайфхак. Тут мы видим четыре показателя. Три из них основные – это биржа цифровых активов, API 3.0 для обработки сделок, мгновенные выплаты. Напротив них горят индикаторы зеленого цвета, и это значит, что все работает как надо. И это знак для покупки активов. Но если хоть один из индикаторов горит красным, то покупать настоятельно не рекомендуется. Я лично тестировал. На всякий случай повторю еще раз. Перед покупкой активов заходите в раздел «Статистика» и смотрите на индикаторы. Если зеленые, то все окей. Если красные, то не окей. Надеюсь, понятно. Кстати, именно технология API 3.0 позволяет совершать мгновенные межбиржевые сделки в автоматическом режиме, и это очень круто. То есть активы приобретаются на одной бирже по минимальной цене и сразу же продаются на другой бирже, где цены выше. А разница в цене и будет составлять наш доход. Ну и по количеству пользователей на сайте. Этот показатель носит информационный характер. Но я так понимаю, чем больше людей покупают активы, тем больше скидка. Соответственно, мы больше зарабатываем при продаже этих активов. Ну, что еще осталось? Это раздел «Помощник». В нем информация о проекте. Я вам, в принципе, ее уже рассказал. Следующее – это раздел «Чат». Там пользователи делятся своими результатами и дают рекомендации. Ну что ж, теперь возвращаемся к самому интересному разделу – покупка активов. В этом разделе, как понятно из названия, происходит покупка самих цифровых активов. Тут хочу пояснить, что активы разделены на так называемые сеты. В каждом сете есть определенный набор активов от разных компаний, объединенные в комплекты. И делается это для диверсификации, то есть для повышения доходности. И это очень классное решение. Сейчас к покупке доступно 6 вариантов активов, но их может быть и 7, и 5, и 9, в общем, любое количество. Иногда появляются топовые сеты, они помечены специальным красным ярлычком. Сразу поймете, как увидите. Все, кому довелось их купить, пишут, что меньше 20 тысяч они за раз не приносят. Мне такие сеты, увы, пока не попадались. У каждого сета есть индикатор. Зеленый – максимальная выгода. Оранжевый – средний доход. И красный – низкая доходность, так сказать, низколиквидные активы. Зачастую бывает такое, что активы, помеченные красным, тоже приносят хорошие доходы. В общем, надо тестировать. Этим мы сейчас и займемся. Для начала давайте купим самый дорогой актив. Упс, не самый дорогой, а тот, который может принести большую доходность. Это сет за 1200. Кликаем «Купить». Указываю имя. Почту. Номер телефона. Теперь нажимаем «Оплатить». Ввожу данные карты. Номер. Имя, как на карте. Срок действия и код с обратной стороны карты. Конфиденциальные данные я, конечно же, замажу. Ставлю галочку «Запомнить карту». Так будет удобнее дальше активы покупать. Перехожу на «Оплату». Перехожу на оплату. Ввожу код из SMS. Платеж обрабатывается. Отлично, оплата прошла. Сразу после оплаты мы получаем свой сет, и система начинает работу. Включается технология API 3.0. Идет сканирование и анализ различных бирж, курса, запрос на сделку и продажа актива. Прикольно. Активы проданы за 7497 рублей. Хороший результат. Но у меня было и больше за одну сделку. Покажу предыдущие результаты в конце этого видео. Сейчас на балансе 7883 рубля. Зайдем в раздел «Выплаты» и видим, что вывод уже можно заказать. Но давайте продолжим эксперимент и купим актив, отмеченный красным индикатором за 600 рублей. Посмотрим, что получится. Нажимаем «Купить». Уже знакомый процесс. Данные сохранились с предыдущей оплаты. Нажимаем «Перейти к оплате». Данные карты, как помним, мы сохранили еще в прошлый раз. Жмем «Оплатить». Вводим одноразовый код из СМС. Отлично. Оплата прошла и началась уже знакомая нам процедура. Подключение к бирже, сканирование, запрос на сделку и продажа. Я немного ускорю видео, чтобы не тратить лишний раз ваше время. Активы проданы за 544 рубля. Почти в ноль, можно сказать. Опять же, по моим наблюдениям, сеты, отмеченные красным индикатором, работают 50 на 50. Могут в ноль сработать, как сейчас, а могут и в плюс закрыться. Оранжевый, примерно в 75% случаях, хороший плюс к балансу приносит. Ну и, конечно, зеленый. Они почти всегда в очень жирный плюс продаются. Как и говорил ранее, надо пробовать и покупать разные активы. Хочу еще один лайфхак рассказать касаемо покупки самих сетов. Лучше не покупать больше пяти сетов в сутки, так как они потом хуже отрабатывать начинают. Видимо, специально сделано, чтобы равномерно распределять прибыль среди участников. Хотя, может, есть и другие причины. В общем, 3-4 сета в сутки покупайте, не больше. Ну и теперь самое приятное. Вывод средств. Выбираем, куда выводить средства. Я буду на карту Сбера выводить. Специально подготовил свой Сбербанк онлайн, чтобы продемонстрировать наглядно поступление денег. Вот мой кабинет. Буду отправлять на эту карту. 1488. Если вы будете выводить на электронные кошельки, то просто вбивайте номер кошелька, и система сама определит направление. Будь то Яндекс, Киви, Вебмани и так далее. Так, а указываю номер карты. Обязательно проверяю реквизиты, дабы избежать ошибок. 1488. Все верно. И жму «Заказать вывод». Выполняется перевод средств по реквизитам. Перевод выполнен. Теперь ждем. Обычные переводы практически моментально приходят. Пока ждем, можем еще один-два сета купить. Лайфхаки вы уже знаете. Обязательно в раздел «Статистика» заглядываем перед покупкой. Ну и больше четырех сетов в сутки не покупаем. Оп, пришло СМС о поступлении. Переходим в личный кабинет Сбербанка. Проверим. Открываем детали счета. Видим поступление от Digital Market сегодня. 8 427 рублей было. 377 350. Минус 8 427. 368 923. 368 923. Окей. А вот и вчерашние поступления от Digital Market. Их было два. 12 756. И вот еще. 11 423. А вот это списания закупленные вчера сеты. Вот 1400 и 1200. Кстати, это с них так капнуло. Почти 13 и 11 тысяч. А вот еще позавчерашняя связка. Купил сет за 1200. Получил 9040. Вот как-то так. В финале видео хочу попросить вас писать здесь, какие сеты вы покупали и сколько они вам принесли. Так другим пользователям будет проще сориентироваться и сделать правильный выбор. Всем удачи и до новых встреч на моем блоге. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...